Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино «Говорит, показывает вопадом». И сегодня мы с вами продолжим путешествие в древнюю средневековую Японию и знакомство с аутентичными текстами японской культуры. Насколько мне позволяет моя очень скромная эрудиция, полное незнание японского языка, японской истории, и страстное желание прикоснуться к исходным текстам, к первоисточникам после блистательных книг Мещерякова о Японии, японских символов и обыкновений, книга японских символов и обыкновений, о его работах по истории Японии, а также многих других авторов, не знаю, от Акутагавы до Мисимы в очень широком спектре, от Коба Аба до современной японской лирики. Опять же в переводе. И вот сегодня у нас с вами герой – это Хагакуры, если я правильно ставлю ударение. Это трактат или запись беседы по учению, если говорить не о жанре, а о сути текста, который написан Ямамото Цонетомо, точнее записан с его слов, и Ямамото Цонетомо в данном случае является наставником в Бусидо. То есть это книга, которая является одним из главных текстов для японского того самого кодекса самурая, кодекса чести, того самого смыслообразующего, формирующего национальный менталитет, явление, которое мы понимаем под Бусидо. Это явление не имеет ничего общего с голливудской продукцией. Еще раз повторюсь, ничего общего с голливудской продукцией. Пожалуйста, ну посмотрите вы, великолепный, блистательный, с кинематографической точки зрения, на мой взгляд, фильм «Последний самурай». И, как бы, поверхностное, на уровне, не знаю, Википедии, знакомство с историей сразу говорит о том, что это красивая историческая сказка для взрослых. Хотя там есть реально упоминающиеся лица, факты, явления, бутафоры, декораторы, костюмеры поработали просто безукоризм, потрясающе, очень атмосферно все это и так далее, но это красивая историческая сказка для взрослых. Что же не сказка? А не сказка это реальные тексты, которые читать трудно, местами скучно, потому что мы с вами находимся вне традиции. Традиция, что это такое? Это излучение, рассеянное вокруг нас. Это не знакомство с конкретными фактами и, значит, данными, да? Это атмосфера, это то, что совершенно неуловимо. Традиция конфуцианства, традиция даосизма, традиция синто, религии, национальной религии Японии, которая вообще предельно чужда, не знаю, условно говоря, европейскому, современному российскому самосознанию. Синто – это очень далеко от христианства, это особый вид мировоззрения и так далее. А всё это нужно для того, чтобы почувствовать, как мне кажется, сокрытое в листве. Это метафора под заголовок книги, потому что вот хагакура – это как раз сокрытое в листве, это неявное знание. Явные знания, сумма сведений о самураях есть практически у всех, включая с самого раннего возраста. Опять же, потому что очень экзотично это всё выглядело сто с лишним лет назад, когда всё это переводилось, входило в моду, в культуру, и потом расцвело буйным цветом, не просто пышным, а буйным. Началось всё, конечно, с тяги к прекрасному, потому что укиё и японское искусство, японские принципы культуры и эстетики открыли в XIX веке, ими очень интересовались импрессионисты, постимпрессионисты. Это всё через визуальный ряд прошло. Потом настала пора перевода текста. И уже потом массовая культура адаптировала это для себя, и мы имеем всех этих прекрасных самурайских фильмов, а также другие сказки, будем честны. Так что же всё-таки такое кодекс чести самурая именно в этом трактате? Во-первых, это очень обстоятельное, долгое, поучительное повествование, рассказывающее в нескольких книгах, 11, если не ошибаюсь, о том, как правильно вести себя самураю. И это совершенно нетривиальные сведения. Они как-то даже вступают в противоречие с теми героическими мужиками, вооружёнными катанами, которые мы наблюдаем на экранах и картинках. Вы знаете, самурай, прежде всего, это человек сдержанный. Это человек, который показан нам чаще всего в повседневности. Не в сражении и не во время подвига. Подразумевается, что в каждую минуту своей жизни он как бы уже мёртв. То есть он готов сделать цепуку, он готов пожертвовать собой. Готов, но не жертвует. На наших глазах протекает совершенно другое. Протекает его жизнь в семье, общение, назовём это так, с коллегами, с начальством, взаимоотношения с господинами, чтобы не становиться прислужником. Самурай – это не слуга. То есть он формально слуга, но его личная честь ему дороже, чем всё что угодно. И в случае острого, резкого конфликта, значит, долгая честь и долг перед господином, честь своя личная, честь никому, помните, да, значит, девиз дворянства. Самурай, естественно, тоже остаётся, как бы, верен себе, да, и совершает самоубийство. Но в книге нет вот этих красочных описаний, хотя много чего здесь есть фактического, да. А есть, например, такие с пассажей. Несправедливо считать, что ты не можешь достичь того, что, как ты видел и слышал, достигли великие мастера. Эти мастера – люди, и ты такой же человек. Если ты, будучи в самом начале, хочешь учиться, то ты скоро окажешься на верной дороге. Фактически тренинг, понимаете, психологическая установка идёт, да, на достижение нужного результата, телесного и душевного. Например, умело показать своё оружие – это настоящее искусство. Но достаточно и просто содержать его в порядке. Хорошими примерами можно считать вооружение фукануре и носуке. Мужчинам из высшего сословия, имеющим множество звук, нужно достаточно средства для военных компаний. Вот там дальше рассказывается история о нём, да. То есть достаточно просто хорошо содержать, да. Вот эти вот все утончённости, когда, опять же, которые мы наблюдаем благодаря более визуальному знакомству, значит, вот. То есть они, в общем, не имеют огромного решающего значения. Никто не может решать все дела лишь с помощью сообразительности. Нужно иметь широкий взгляд на вещи. Не стоит делать поспешных суждений о добре или зле. Но нельзя и медлить. Говорят, что человека, не умеющего быстро принимать решения и так же быстро завершать дела, нельзя считать настоящим самураем. Вот это вот, понимаете, очень взвешенное такое философское отношение, оно как-то немножко не вяжется, да. С культом героизма, который был так популярен насквозь милитаристской, а я очень не люблю милитаризм, пронизанной жестокостью и жесткостью, бездушностью отношения друг к другу, значит, предвоенной Японии. Япония, начало 20 века, на самом деле, довольно страшное место. И об этом, как раз, у Мещерякова очень хорошо написано, да. Вот, там был культ совершенно потрясающих вещей, чудовищных, конечно, с любой точки зрения, что с современной, что с тогдашней, да. И это вовсе не только культ жертвенности камикадзе, да. Это пронизанное, пронизавшее все общество, вот это вот милитаристское. И она очень сильно расходится, на самом деле, с тем, что я читаю в книге. Вот, например, здесь. Здесь, если, столкнувшись с проблемой, человек смочит мочку уха слюной и глубоко вздохнет носом, он сумеет все преодолеть. Это секретное средство. Более того, если у человека кровь прилива к голове, он должен смазать слюной верхнюю часть уха, и все пройдет. В сущности, это психотехника. Вы же понимаете, медицинского смысла в этих советах практически нету, разве что у нас очень насыщена сосудами мочка уха. Если ее массировать, то у нас, значит, чуть-чуть повышается кровяное давление, учащается пульс. Но чуть-чуть. А в чем же смысл этих советов? А смысл как раз в том, чтобы мы властвовали собой, основываясь на вот таких вот вещах, да. Вот, например, очень интересное осуждение о правлении, да, о том, что править великодушно – это лучшее, что можно делать в своей жизни, да. Но при этом это наиболее сложные из всего, из всех обязанностей, которые имеет правитель. Любой начальник, любой правящий, властвующий, имеющий власть над жизнью и смертью людей, да. Вот, потому что все остальное легко, а вот это вот величайшая вещь. Великодушие дается тяжело, и это особенно правителю. И это действительно, ну, вот очень мудрая мысль. Четыре тезиса, которыми завершается последний разряд книги, тоже очень интересно. Композиционно это непонятно европейцу. «Пустая болтовня поздней ночью» – так переведено название последнего раздела книги. На самом деле, он должен называться, по-моему, значит, «Весенний и вечерний разговор», да. Но я просто посмотрел другой перевод и оторопил, да. В любом случае, это что-то такое совершенно необязательное, но там-то самая-то суть и находится во многих местах. Итак, четыре принципа. «Никогда не позволяй другим опередить тебя на пути самурая». Это такой очень греческий принцип, принцип состязательности, да. Второе. «Всегда будь полезен своему хозяину». Безусловная преданность, да, отличительная черта самурая. Третье. «Помни сыновний долг перед родителями». Фактически библейская заповедь в другой формулировке. И четвертое. «Проявляй великое сострадание и действуй во благо человека». Слушайте, это кодекс рыцарской чести. И в этом отношение самурая ближе, конечно, к европейской рыцарской традиции, чем к чему бы то ни было. Это очень мудрая книга. Я не познал и крохотной части того, что в ней написано. И хочу вам сказать, что можно из нее и другой набор случайных цитат выбрать. Эти цитаты для меня не случайны, а для вас они могут быть совершенно другой картиной, да, складываться в другую картинку. В любом случае, прикосновение к первоисточнику проясняет сердцевину явления. Бусидо – это не то, что мы думаем. Это не культ маскулинности, жестокости, значит, милитаризма и, безусловно, нерассуждающей преданности. Есть очень много примеров того, что самурай должен выше приказа ставить некоторые вещи. А какие именно – прочитайте, узнаете сами. И, конечно, это довольно-таки гуманистическая книга, в чем она резко расходится с тем же Мессимой, допустим, и с другими вещами, которые не вызывают у меня ни приятия, ни большой любви. Вот. Читайте великолепный совершенно трактат. Ну, у меня такое популярное современное издание «Сокрытые в листве». Спасибо за внимание.